Здравствуйте, с вами Наталья. И сегодня я хочу вам показать очень неприхотливое и очень оригинальное растение. Называется кислица или оксалица. Где-то неделю назад, до этой недели, это растение стояло у меня на восточном окне и уже начало свести такими меленькими, беленькими листочками. Я решила переставить его на южное. Но делать не стоит. И появились небольшие пятнышки на листиках. Эти пятнышки еще бывают, когда уже видает нижняя листва. Вот нижняя листва она увядает. Я ее обрываю и выбрасываю. Вчера, как и другие растения на южном окне, я тоже сбрызнула из пульверизатора и собираюсь поставить ее обратно на восточное окно. Там она себя чувствует намного лучше. Называется это растение кислица не зря. Если попробовать ее листики на вкус, они имеют немножко кисловатый такой привкус. Вот сейчас я погрызла. Чем-то похоже капельку на щавель. Это растение очень любят мышки-песчанки. Вот я отрываю веточки. И сухие, и такие они очень любят. Я отрываю и даю. Очень неприхотливое растение. Единственное, что если вы забыли немножко полить, то, конечно, листва начинают паникать и подсыхают некоторые листики. Поэтому лучше не доводите до состояния такого. А вовремя поливать. Ну, как всегда, трогайте пальчиком земляной землю сверху. Если она чуть вухкая, то не поливайте. Переливать ее лучше не нужно. Конечно, должен быть хороший тренаж. Растет она в большом горшке. Таком громадном. И вот, когда она зацветает, то этими цветочками беленькими очень красиво. Но они, вот она, зацветают. Потом они зацветают. Появляются новые. Очень милое, неприхотливое растение. И имеет... А, я забыла сказать. Бывают разновидности. Вот у меня, видите, сверху зелененькие листики. А снизу чуть-чуть фиолетовые. Чем подальше от солнышка. Ну, не подальше солнышка. Яркие солнечные лучи обесцвечивают листву. И вот появляются такие вот, как маленькие ожоги. Не стоит на южную сторону. Если подальше немножко от прямых солнечных лучей. А вот у нее верхушечка зеленая. А снизу она такая фиолетовая. Но эта неприхотливая растение имеет одну очень интересную особенность. Когда светло в квартире. Эти три листика распрямляются. Похожи на таких красивых бабочек. А когда это растение приходит уже темнота. Оно начинает складывать свои лепесточки. И вот вчера, когда я сбрызгивала все растения. Поставила это растение в коридоре. Там у меня в одном месте очень темно. И она сложила свои лепесточки. Я хотела заснять. Но что-то подзабылась. Там занималась другими делами. Сейчас попробую, сделаем небольшой эксперимент. Вот сейчас это растение. Видите, у нее все листики расправлены. Сейчас утро. И она оживает. Сейчас я попробую на некоторое время поставить более темное место. И вам покажу. Ну, не будем издеваться над растением. Посмотрите. Вот. Некоторые растишки восприняли, что уже приходит ночь. Темнота. И сложили свои крылышки. Некоторые только, смотрите, начинают. Не будем мучить растение. Как-нибудь поздно вечером, вот я вам ночью, покажу, как она складывает почти полностью. Совсем вот так вот. Так что это очень неприхотливая, красивая растишка. Складывает свои листочки, когда темно. И раскрывает, когда светло. Этот свет неудачный. Вот я поставила его на подоконничек. Такое оно через время будет раскрывать свои милые крылышки. Вот. Такое красивое, неприхотливое растение с маленькими беленькими цветочками. Но, чтобы не было пятнышек вот этих, держите лучше на восточном окне. Или на южном, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Итак, дорогие, всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.